Приветствую всех! Мы начинаем наш очередной обзор сделок за неделю. И сегодня он необычный, нестандартный. Это обзор убыточных трейдов. Но вначале немножко про новости. Новости выходили за последние пару недель достаточно интересные, противоречивые. Одна из них это то, что господин Трамп решил биться уже на несколько фронтов. Один из фронтов это восточный, китайский, теперь южный фронт против Мексики. Человек пошел, теперь запрещено поставлять буррито в США. Ну и также вводятся 5% пошлины, причем это в виде такого счетчика. Каждый месяц по 5% будут добавлять на пошлины и в итоге до 25% все это дело дорастет, если мексиканские власти, как говорит господин Трамп, не примут никаких попыток для сдерживания потока мигрантов, который идет в США. Хотя он вроде уже и построил стену великую мексиканскую, но все равно видимо сквозь эту стену как-то просачиваются. Это естественно влияет на мировую экономику в целом. Аналитики пишут, что вообще это просто такие страшные новости, что мир может погрязнуть в рецессию и это может быть началом конца. Что ж, ну господин Трамп в своем репертуаре, причем он это сделал под конец закрытия всех сессий и еще в Твиттере в своем. Естественно рынки пошли вниз, мы это наблюдаем на старших масштабах. Индекс S&P, он идет вниз, корректируется после того, как был идеальный ложный пробой на историческом максимуме. Значит, что еще интересного, нефть тоже валится, ее просто переставили с уровня 73 доллара за баррель, на 60 даже был в моменте 59,5. Вот там-то я ее немножко прикупил. Хороший на мой взгляд уровень, чтобы на отскоке заработать, особенно если у вас есть знания по опционам. Дальше наш рынок это островок стабильности, как его называли в кризисные времена. Временно островок стабильности, все идет на хаи. После того, как Газпром, как локомотив просто потянул с 14 мая индекс ММВБ вверх, РТС, пробили исторический максимум, и с каждой неделью вот все выше, 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 выше. И последнее такое вишенка на тортик, это было, когда Газпром просто прострелил в один прекрасный момент до 250, достиг максимума 2011 аж года, нарисовал там прекрасный ложный пробой, которым ваш покорный слуга естественно воспользовался, заработал на опционах, просто там шортить нужно было со страшной силой. Кто меня послушал в дилинге и в мастер-группе, тот тоже подзаработать умудрился. Это отлично. Поэтому не только как бы по тренду, в контртренд тоже можно входить, главное понимать, где перекупленность, где перепроданность, где есть технические сигналы. Ну и последний месяц, весь май, фактически я использовал опционы. Опционы очень хороший инструмент, когда у тебя по фьючерсам ты не пролезаешь по стоп-лоссу, ты можешь выделить сумму определенную на опционы и она и будет являться твоим стоп-лоссом. По опционам, кстати, отдельная тема. У нас совсем скоро стартует курс Павла Игоревича Пахомова, поэтому приходите, звоните, оставляйте заявки, он вас научит базам, основам. Потом добро пожаловать в мастер-группу и следуйте моим сигналам, которые за последний месяц принесли просто рекордные прибыли ребятам. Ну что ж, теперь к обзору обычных трейдов за май, погнали. В то время как в мае некоторые, и я во главе, зарабатывали на опционах, некоторые ребята теряли на фьючерсах, потому что рынок был достаточно резким, дерганым. РТС это вообще отдельная песня, потому что он как марионетка, ниточка одна дергала, это доллар вверх, другая ниточка нефть вниз, третья ниточка Газпром вверх и весь индекс, поэтому он как на шарнирах ходил, на нем было очень сложно заработать, у него направления просто менялись, как рыба, вот иногда плавает, то не поймешь ее траекторию. Вот так же здесь. Значит, здесь мы видим сделку по РТС, 5-минутный масштаб, здесь двойственный сигнал. Вот многие трейдеры не понимают, что торговля на рынке это как безопасное вождение автомобиля. Не хотите ДТП, не надо резко маневрировать, не хотите ДТП, не надо превышать скорость. Ну, в данном случае, в нашем случае превышать плечо. Торгуйте безопасно. Мы за безопасный трейдинг. Поэтому здесь противоречивые сигналы, на мой взгляд, не давали нормальную картину. Утром 23-го числа мы видим резкое движение вниз гэпом, потом продолжение. Трейдер заходит против, сразу против этого движения, внутридневного. С другой стороны, он посмотрел, что между дней, как вот позавчерашний день, там есть какой-то уровень, от которого он предположил, что могут как бы отскочить. Но вот его предположение не оправдалось. Я бы сказал, что сигналы противоречивые. В принципе, мог уровень отработать, но это 50-50. Торговать такое я бы не решил. Трейдер на это поставил 220 пунктов. В общем-то, автомат его монетку проглотил и сказал спасибо. Едем дальше. Дальше у нас опять-таки РТС. Периодически трейдеры прибегают к минутному масштабу для того, чтобы более так, как под лупой посмотреть, под микроскопом на формацию и зайти с минимальным стопом. Да, с одной стороны, здесь стоп небольшой. Он в итоге сработал минус 140 пунктов для трейдера. Вроде как и есть сигнал после сильного движения, отстоялся в боковичке рынок и пошел вроде как на продолжение, но не тут-то было. И ближе к 16 часам РТС пошел вверх. Насколько я помню, там все активы, по-моему, рванули вверх в этот момент, потому что в акциях идет своя игра. В Газпроме особенно, там все говорит за то, что господин Миллер пойдет дальше по карьерной лестнице в губернаторы, а его место займет какой-нибудь другой менеджер, который, вероятно, предпримет какие-то попытки для улучшения дел компании. Поэтому этот рынок встречает хорошо, Газпром периодически взрывается, рублей по 5-10, просто такие выстрелы происходят. На этом РТС, наша бедная пыльная марионеточка, вот так вот подскакивает, подскакивает, на этом люди теряют просто деньги. Здесь вот произошло то же самое, на самом деле, вроде технически хороший сигнал, не могу ничего сказать против, здесь сильное движение, боковичок, продолжение. И цель вот лоу дня, ну предыдущего, вернее текущего, это вот пунктирная линия. Но не тут-то было. Резкий разворот, трейдеры выбивают. Ну вот этот мелкий масштаб и, в принципе, небольшая волатильность этого дня позволила трейдеру уйти с небольшим стоп-лоссом. То есть в стопах нет ничего плохого, 50% сделок, убыток, если трейдер закрывает, это норма. Это он будет зарабатывающим трейдером, потому что мы зарабатываем не на соотношении процентажа, значит, убыточных к прибыльным сделкам, а на соотношении стоп к профиту в каждой сделке. И вот здесь уже подключается наш знаменитый каскад заявок для того, чтобы закрываться, увеличивая и максимизируя тейк-профит. Дальше мы видим сильное движение 29-го числа по фьючерсу на Газпром. Раньше Газпром можно было сразу по цифрам понять, что это он, потому что вначале стояла единичка, теперь уже вначале стоит двоечка, его можно спутать со Сбербанком, приходится смотреть на тикер. ГЗМ, Газпром, значит, здесь мы видим восходящую тенденцию, дальше пробой вот этот наклонный. И вроде как бы правильно все, но, как трейдер написал правильно, обидно, его выбросило просто как рыбу в шторм на обочину, на пляж, и дальше он без воды, в общем, получил стоп-лосс. В итоге сильное движение вверх устремилось, но уже без трейдера. И здесь особого шанса перезайти даже не было. Посмотрите, насколько сильная свеча. Насколько сильная свеча на повторном пробое. Просто с 20 тысяч 400 где-то 70 на 20 тысяч 570. Все, как говорит Гаевский, партия. Сразу, сразу тейк. А трейдер не успел перезайти. Поэтому здесь на таких движениях, как происходит на Газпром, последние пару недель, единственное, на что можно ориентироваться, это на мелкий масштаб, минутный. Это вот такой период. По инерции этот период как бы быстро не проходит. Он начался 14 мая. Длится уже более двух недель, уже три практически. Поэтому пока либо с Газпром вообще нужно отставить от торговли, если вы начинающий трейдер, если вы опытный, вы понимаете, что здесь большие деньги. Можно заработать, если правильно зайти, хорошее соотношение стопа к тейку. И нужно стараться заходить и перезаходить в случае, если необходимо на то основание. Здесь они были, но нужно было быть, так сказать, самым быстрым стрелком на Диком Западе. Дальше. Здесь мы видим фьюч на нефть. Здесь мы видим тенденцию, которая началась утром, гэпом. Дальше было на самом деле несколько формаций на продолжение тенденции. Были. Трейдер ими не воспользовался. Очнулся он после 15 часов и зашел в очередную. Но извините, сколько вы хотите, чтобы нефть прошла? Она уже прошла 70 долларов в этот день на 68. То есть уже 2 бакса. При цене актива такой, это практически 3%. Но уже сильно. Здесь у него по линеечке даже видно 2,7. Но это не долов, долов будет чуть больше. Почти 3%. Ну, понимаете, если актив проходит среднедневную волатильность, значит, где-то рядом уже отскок. Иногда просто стоит игнорировать очередную формацию в сторону движения. Потому что вы можете попасть на отскок, вы можете попасть в боковик, вы можете попасть на разворот всей тенденции и нового тренда. Поэтому действовать здесь нужно крайне аккуратно, осмотрительно. Желательно как бы в очередную формацию уже заходить с опаской. То есть опаска проявляется в трейдинге уменьшением объема открытых позиций. То есть вы уже должны были, по идее, в этот день заработать 1-2 раза, может быть. И на третий раз уже там чуть снизив объем. Это money management элементарный. И мы об этом говорим с ребятами, говорим на трейдинге на миллион, говорим на моем коучинге. Подробно. Money management очень важен. Потому что вы так видите, да, вот, допустим, человек совершил 5 сделок на скриншоте. Ну, к примеру. А на самом деле первые сделки были по суперсигналам на весь торговый, значит, объем. А последующие сделки могли быть уже на сокращенной. Ибо трейдер знает, что продолжение тенденции, каждая последующая формация имеет шансов отыграть ниже, чем предыдущие. И аккуратненько по рекомендациям моим, естественно, объем сокращать. Здесь та же самая история. Нужно было действовать аккуратно. Я так полагаю, что трейдер аккуратно не действовал. За что мы его и поругали. Получила свою порцию критики на разборе полетов в мастер-группе. И здесь, в общем-то, окончание тенденции плюс разворотная, очевидная конструкция, формация, которую нужно было использовать для того, чтобы выйти из позиции и, мне кажется, что даже перевернуться. Потому что здесь основания на то были. И мы переходим к следующему трейду. Здесь в данном случае у нас Газпром. Естественно, трейдеры получают убытки. Многие учатся. У нас костяк определенный есть в мастер-группе, в дилинге. Но, конечно же, некоторые люди меняются. Кто-то берет паузу. Кто-то, знаете, как из яйца вылупился, научился летать, улетел из гнезда. Больше мы его не видели. Поехал зарабатывать. Но кто-то, в общем-то, уходит из этой профессии, когда понимает, что это не его. Здесь же мы видим Газпром, фьючерс. Им заинтересовалось трейдерское сообщество наше в том числе. Потому что он был длительное время не особо волатильный. И тут вот понеслась. Поэтому интересно. Трейдер должен быть там, где волатильность. Здесь, по двойной вершинке, трейдер входит в позицию. Но Газпром, как мы и сказали, там не то, что за ниточки его дергают. Его дергают за такие канаты просто. Институциональные инвесторы, западные инвесторы и так далее. Все, кто в него накинулись. Посмотрите, какие обороты по нему проходят сейчас. Соответственно, вверх опять его выдернули в 13.30 где-то. И трейдер вышел по стопу. Ну, здесь я считаю, что он вполне мог рассчитывать и на движение в боковике. Признаки для того были. Но понеслось вверх и трейдер на этом потерял. Ну и следующая сделка. Здесь же он потерял еще раз. Здесь уже обидно. Видите, его прям тенью выбило. После чего актив пошел вверх. Идея была правильная. Если не получается торговать разворотку, вероятно, трендовый день. Торгуй продолжение. Здесь во второй попытке чуть-чуть не получилось. Трейдер правильно сделал работу над ошибками. Показывает нам, куда нужно было ставить стоп-лосс. Абсолютно верно. Если бы он там его держал в правильном месте, соответственно, как говорится, до правильного стопа не дойдут. И получил бы он плюс, тем самым нивелировав убыток предыдущий и выйдя в чистый профит. Следующая сделочка тоже интересная. Здесь тоже их несколько. Первая. Блинкомом по нефти. Значит, разворотка не удалась. Потом трейдер сам не понял, что сделал. Потому что пошел уже в пробой. Хотя такой конструкции у нас нет. Тут же его опять вынесло по стопу. Свечи большие. Волатильность на нефти в этот день была большая. Это начало июня. И стопы, видите, какие там 11-15. Потом в пробой вот этот наклонный пошел 14. Его выхлестнуло. Но потом в конце все-таки ему повезло. Не без доли вездения. Он все-таки последней попыткой, хотя уже был недалеко до лимита дня, я чувствую, зацепился. И ему дали закрыться каскадом 30, 40, 50 и более центов на контракт. В принципе, тем самым он себя вытащил, видимо, в ноль. Ну, может быть, небольшой плюс. На самом деле, так иногда бывает. Схватанул убытков, потом действуешь системно. Пришла одна правильная сделка, и ты ей нивелировал свои убытки предыдущие. Дальше мы видим опять РТС. На РТС, как мы замечаем, много сделок. Здесь вроде бы тенденция предыдущего дня показывала нисходящее движение. Но первое, то, что трейдер не учел, что 3 июня, понедельник, была экспирация по нефти. А, естественно, это влияет на нефть и на наш рынок. Второе, это то, что в целом это начало нового месяца, и тоже многие трейдеры здесь принимают какие-то решения. В-третьих, мы видим тенденцию текущего дня, начала июня, совершенно непонятно. Смотрите, открылись, тень вверх. Это значит, они сначала пошли вверх, потом спустились вниз, потом выкупили, потом опять пошли вверх, потом опять вниз. То есть, вот эта чехарда первых полчаса торгов, ее стоит пропускать, не влезать в такие сделки. Потому что это опасно, мы не знаем, где минимум дня, максимум дня, они еще не нарисованы. Предыдущий день был не вчера, а предыдущий день был два дня назад, в пятницу. И с текущим днем он, может, уже и не связан даже. Слишком много событий за выходные происходит. В итоге так и получилось. Потолкавшись на уровне 125, там 200, 125, 300, РТС, к 11 часам как раз открылась Европа, наши западные коллеги и просто вертикальное движение вверх. На этом трейдер с проскальзыванием улетел по стопу 320 пунктов. Это стоп очень большой, очень большой на РТСе, непростительный. Первая сделка у нас должна быть в плюс. А здесь не то, что в плюс. Здесь просто стоп-лосс, после которого торговать не хочется. Поэтому будьте аккуратны, настраивайте себя на нужный лад. Если видите какие-то непонятные, неадекватные движения рынка в начале торгов, вы ждите, пока они станут более понятными вам. Далее, нефть трехминутный масштаб. Двойная вершина на нефтяночке была открыта. Здесь все в порядке. Видится мне, но по стопу трейдера выбило. Нарисовали вот такую конструкцию, не совсем понятную. Ни двойную вершину, ни ложный пробой, что-то неясное. В итоге, к открытию США пошли вниз. То есть, ну вот, здесь стоп, кажется, системный. Ничего в нем такого нету. Это не какая-то ошибка трейдера. Далее, нефть опять же. Здесь мы видим, вот где написано нефть три минуты, там была классная двойная вершинка, очевидно. По ней некоторые заходили. Здесь трейдер в нее не зашел. Потом дальше на продолжение, на пробой наклонной не зашел. И, как всегда, уже после 14 часов очередная формация вниз. Трейдер. Ну вот здесь я точно зайду. И они здесь как просто ловушка. Капкан. Просто стоит капкан. Фильм «Хищник». Туда наступает, кто-то лапкой. Капкан захлопывается. Удержание минимума дня. То есть, пробой наклона к продолжению тенденции. И тут же удержание минимума дня. Это конфликт формации, классика рынка. Ну, ничего не поделаешь. Здесь нужно уносить ноги. Мне кажется, что трейдер здесь лишка дал. 15 центов я бы не ставил на такую сделку. Явную выбил по стоп-лоссу. Но наверняка на мелком масштабе можно было бы увидеть, что удержалась горизонталь и выйти по более, так сказать, щадящему стоп-лоссу. И впоследствии, в районе, кстати, 15-10 мы видим удержание. Еще раз это в уровне. И трейдеру я здесь задавал вопрос, на который ответ что-то как-то не последовал. Почему ты не зашел вверх? Почему? Если рынок удерживают раз, два, три, четыре, пять раз горизонталь, почему ты не зашел вверх? Ну, вот некоторые не могут себя как бы перевернуть в голове. Вот они смотрят вниз, 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 все плохо, плохо, на продолжение, на продолжение. А когда рынок им начинает намекать, что вот разворот пришел, они не могут перестроиться и зайти вверх. На рынке нужно быть, конечно, великим дипломатом, менять мнение в зависимости от ситуации. Дальше мы видим вот такой треугольничек, сформировавшийся. Значит, это у нас трейдер Нина торговала. Значит, здесь у нас удержание горизонтали на Сбербанке. Нина у нас Сбербанк очень любит. Вот, здесь мы видим, несколько раз уткнулись в уровень и позиция была открыта. И вроде бы пошло уже в сторону трейдера. Прошли причем 100 пунктов. Вход по 22.250, по 22.350. Уже цена была, но тейк, видим, был чуть выше. Не сработал, пришлось закрываться в ноль. Потом еще одна попытка. И опять закрытие в ноль. Ну, здесь мы на врезке видим на 10 минутке, что тени большие остаются. Но не идет, не идет актив. Если актив не идет, значит, женщина дипломатию проявляет лучше, чем мужчина. Закрывается в ноль, и все, и ладно, не нужно мне стопы. Пусть не будет профитов, но не будет и стопов. Здесь, в принципе, грамотное нивелирование как бы негативной ситуации. Актив не идет, и все, мы уходим в кэш. Это аккуратный трейдинг. Дальше, RTS трехминутный масштаб. Здесь, в общем-то, правильно работа над ошибками. Трейдер пишет ошибка, то, что торгал в боковике трендовой формации. Потому что здесь фактически в этот день и в предыдущий, вот на врезке видно, 4-5 число, боковик, нет движения, нет движения. То есть, цена не уходит от точки открытия дня никуда, движения нет, все. Значит, заходить, тем более, в трендовую формацию нельзя. Благо, трейдеру это стоило понять всего лишь 180 пунктов, и дальше он не стал продолжать. А такие боковики они обычно просто распиливают, распиливают любого трейдера. Дальше мы видим Сбербанк 3 минуты. Первая попытка шорт на гэпе неудачна. Ну, там у кого-то удалась, а она у кого-то нет. Кстати, дальше продолжение тенденции. Здесь тенденция была. Продолжение тенденции, но опять было и так несколько возможностей в течение этой тенденции. Трейдер заходит в самом конце неудачно. Ну, стопы по 40-45 пунктов – это ничего страшного, тем более на таком волатильном просто Сбербанке. Он еще волатильный, с процентов 5, по-моему. Далее Сбербанк еще раз, и здесь мы видим, как трейдер правильно делал, потому что здесь явно до 14 часов был боковик, и торговать развороты в боковике очень грамотно в надежде и в расчете на тенденцию восходящую, возврат в середину, а то и к верхней границе. Здесь, к сожалению, не получилось, и трейдер, нивелировав риски, закрылся около нуля. Здесь действительно была такая зона, которая вроде пробилась, но потом в ней актив задержался, трейдер вышел из позиции в ноль. Иногда это большое искусство – не получить ни стоп, ни тейк, может быть, но выйти в ноль и, в общем-то, уйти сухим из воды, когда рынок нам показывает, что он никуда, в общем-то, не собирается. В общем-то, на текущий момент это все сделки, которыми хотелось с вами поделиться, и это сделки за май. В мае было очень много хороших, в следующем обзоре сделок мы обязательно частично о мае и о начале июня поговорим, потому что это ударный был период как на рынке форс, так и на рынке криптовалютном. Многие из вас присылают различные вопросы по поводу обучения, обучения в группе, обучения индивидуально. Вот хотелось пару слов сказать по поводу того, что все вот эти формации, все нюансы, фильтры и нашу технику можно изучить индивидуально на программе, которая называется коучинг, мой коучинг по ручной торговле, внутридневной, междудневной, там и опционы, там и криптовалюта. По ссылке в описании можете найти. И сейчас как раз у меня ребята заканчивают, мини-группа, несколько человек, программу коучинга, и следующая у нас запланирована программа на август. Впереди, да, два месяца, но лучше забронировать, конечно же, заранее. И будем с вами просто бомбить этот рынок Форц, опционы, криптовалюту и все вместе, и получать на этом профит. Что ж, на этом на сегодня все. Спасибо большое за внимание и до новых встреч. Пока.